всем привет дорогие друзья добро пожаловать как обычно на обзор обзор у нас значит варкапа под номером 241 старенькая карта от известного маппера си джесс зила карта 2006 года на которой все перелетается и в этом ее прелесть в общем то давайте посмотрим и появляемся мы просто просто где-то здесь есть старт таймер который нельзя обнулять потому что нельзя его пересекать дважды то есть потому что тайм-ресеты запрещены стало быть большой какой-то при джамп мы сделать не можем но мы появляемся достаточно на широкой платформе которая позволяет нам как раз таки проводить меня некоторые манипуляции со стартом и делать такой вот небольшой пиджамп у меня это на как будто настройки сбились но в общем-то давайте глянем здесь у нас просто паники-паники здесь даже можно так вот просто пешочком пройти ничего страшного здесь нету блин ну ты что-то здесь мы падаем дальше вниз лежит внизу рокет но также мы можем обогнуть эту стену и этот рокет не брать это вроде как в обеих физиках актуально но можем и взять и и не забраться обратно потому что нужен идеальный руки джамп так тихонечко пропадем здесь можем притормозить повернуть здесь у нас также лежит ракета которую мы можем выстрелить после телепорта даже 2 вот смогли подобрать забираемся здесь наверх видим стабильные оба и перепрыгивая на эту платформу нам триггером дают плазму и есть есть нам дают только один раз а вот плазму с батл сью это у нас она может постоянно пополняться и собственно мы можем аку спокойненько пройти наверно и здесь у нас отбирают плазму точнее отбирает все и дают ракет идем дальше делаем руки джамп в любом случае делаем руки джамп и дальше видим что нужно падать сюда и вот здесь такими незамысловатыми прыжками мы уже финишируем карту такая вот небольшая и сладочно простенькая карта давайте-ка я перезайду в дефраг быстренько а кто у меня почему-то кого-то пмув что ли сбился или что-то еще непонятно сейчас нормально вроде потому что нет в общем то каких есть варианты вариантов достаточно много рокет брать нам любом случае не выгодно абсолютно не выгодно поэтому нам надо что-то придумывать чтобы скорость не терять и эту стеночку очень просто огибать как это делать я думаю многие разобрались не так это в цпм по крайней мере не так уж и сложно ну для средних и выше скиллов по крайней мере в любом случае я думаю что мало кто ходил за этой ракеты потому что здесь без проблем особенно в цпм можно эту стеночку просто обогнуть и все далее у нас ракета и здесь тоже есть пару вариантов мы можем сделать здесь дабл джамп сроки джампом то есть вылетая с телепорта как бы делая второй прыжок то есть дабл джампать и подлетать выше за счет ракеты суть точнее не суть а происходит это так что первый прыжок как бы сохраняется у вас перед телепортом запоминается движком и второй прыжок и когда вы совершаете ну все по таймингам то у вас получается как бы дабл джамп поэтому заходя просто и репорт перед и делая перед ним прыжок можете сделать второй прыжок после и у вас получится дабл джамп за счет этого дабл джампа мы можем с этой ракетой улететь сразу же вот на этот пад это уже сразу считается топовый роут он самый вроде как быстро очень много скорости там у вас получается но можно и без дабл джампа просто отстреливаться оттуда на этот под отсюда делать уже просто прыжок ну и дальше проходить здесь в принципе тоже я не знаю как по поводу выку 3 но cpm выгод вот так огибать это прямо сто процентов невыгодно поэтому мы можем сделать или не можем мы можем обогнуть просто эту стену и получить такой небольшой шорткат таким вот образом либо мы можем сделать там ground boost либо мы можем сделать просто плазмоджамп на скорости а ракету нам точно так же здесь дают ракету нам дают на триггере который вот там расположен вначале у нас все отбирают триггер стоит а потом вот так вот натянут то есть этот это это огибание было задумано маппером потом уже стоит триггер который нам дает эту ракету но и здесь дальше мы просто сразу падаем сюда отсюда соответственно прыгаем сюда и здесь прыгаем сразу на финиш то есть вот эти боковые они больше просто сеймовые может быть даже как-то что-то там для вы q3 придумано но тем не менее просто в два прыжка спокойненько добирается по карте в принципе все я даже не знаю что то больше ничего по сути нету как как сделать давать я вам расскажу как сделать минус джам там как улетать во первых нам нужно попадая сюда прыгая здесь на самый ведь на передний краешек этой платформы нам нужно иметь около 6 столбсов скорости для этого мы делаем небольшой пиджан но 594 тоже пойдет если хорошо стрейфить потом до упора то можно легко и просто или перепрыгивать последнюю платформу немножко под сбрасывать и здесь уже поворачивать на ракету сразу то есть видите да сразу плюс 700 либо есть вариант для тех кто может быть стрейфил не так хорошо можно немножко задевать краешек соскальзывать возможно тоже скидывать скорость и делать огибание либо сразу попадать сюда но сюда попадать сразу это немножко сложнее технически поэтому я думаю если и делали то попадали сюда огибали и дальше ходит но во второй комнате уже там вариантов как таковых не особо много есть конечно вариант с большим каким-то при джампом сделать там еще грубо говоря минус джамп вот здесь да но это уже какое-то и невалидно будет поэтому можно я думаю попробовать перейти к демкам потому что карту у нас небольшая и достаточно интересно давайте пойдем посмотрим резко спать захотел ребят так начнем с уку 3 кстати в каждой физике лишь по одной демки онлайн овской было это от шарлона и выку 3 это последняя точнее крайняя демка 31 и 6 на канадском сервере играл без каких-либо при джампов просто спускался огибал стену не взял уроки ой на шарлону что-то 9 минут сервер тайм и упасть здесь нигде нельзя потому что здесь везде киллтриггеры стоят набирает ракет в итоге их все все ракеты отбирают и вот он пожалуйста за 31 секунду видимо для галочки как-то просто взял и отправил миленю на 2 секунды его перебил здесь мы уже видим пиджамп видим рокет идеальный ракет джамп я думаю что валидаторы были добросовестны мы можем сказать что у миллениума не мне же скрипт ну и тихонечко под западиком просто финиширует вот просто чистенько как и шарлон хотя шарлон прошел грязненько потому что он не взял ракету изначально а миллениум очень даже хорошо пробежался еще и вниз спускался за ракетой нормально 24 2 кудри гидс начинал также сприт джампом стены ясное дело здесь не огибали я не знаю вот в топовой демке будет огибание стены или нет вот прошел тоже очень чисто достаточно быстро так что очень даже все ничего тут и лекс это насколько я понимаю два друга играют кстати у них между собой чик соревновательный происходит а более быстро здесь обогнал стены сразу же делал очень хороший руки джамп который давал нам много скорости ну а финиш в целом абсолютно такой же чуть-чуть может быть побыстрее а в целом полторы секунды практически отжал дай-дай с рая на из рая с польши не знаю кто это но это кто-то явно не из новичков 87 вообще не теряя не теряя скорости обогнул стену хороший руки джамп при выходе и здесь тоже все очень быстро и вот единственный финиша очень долго стоял за что и поплатился его обогнал push the tempo над на 40 а вообще он мог бы наверное но он очень долго там у финиша простоял поэтому он потерял очень много там тоже без остановки практически без остановки проходил единственное вот очень большой плюс у push the tempo здесь в том что он не останавливался сразу упал напад и это несмотря на то что прохождение в целом в целом было немного медленнее чему у этого молодого человека он его все равно обогнал за счет вот этого элемента на 40 и занимают почетное третье место молодец кет второе поздравляем тебе кет оба хоба 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 так минус джамп делал в ику-3 обратите внимание очень хороший руки джамп и без остановки вообще проходил там упадет ли сразу нет не упал сразу к сожалению напад тем не менее дымка очень быстро просто очень быстро но ты карус скорее всего сделал то же самое но упал напад он упал сразу напад он не останавливался что ему и дало преимущество я так подозреваю да в целом даже немножко помедленнее у и каруса но за счет вот этого элемента он вышел вперед и занимает первое место большой-большой молодец поздравляю тебя миллениум цпм отправил обе физики кроссовчик какой такой улдичка так цпм должен быть попроще готовился здесь к руки джампу руки джамп кстати говоря получился хороший и обычным руки джампом залетает наверх и вот тихонечко папа дику как и в ику-3 проходит карту и проходит кстати говоря очень чисто и очень приятные движения никаких дерганий ничего лишнего нет 24 7 2 10 без при джампа проходил пришлось нам сделать даже остановку что является очень медленно но вот здесь он при выходе из телепорта не осморился как миллениум поэтому какая разница во времени получилось здесь более быстро еще и срезал один прыжок ну вот они три секунды хотя должен был бы казалось бы побыстрее тут релакс 23 спиджампом проходил ой какая остановка врезаясь в стену кутри лекс наверно приговаривал моя остановочка в остальном очень тоже очень быстро срезал тоже прыжок дело уже стандартные два прыжка катаров 19 8 на полсекунды перебил практически вот здесь он уже не останавливался просто пришлось немного скорости скинуть очень много заплазмил на этом конечно фреймы потерял но ничего страшного здесь падал напад и тоже с обычными двумя прыжками зафинишировал очень-очень хорошо смотрится очень круто пашка на целую на целых две секунды перевел пашка ну ты что ну пашка целую 2 секунды сервер тайм 45 минут так сохранил здесь много скорости от стены делал руки джамп долетал до пада и сразу же начинал плазмить дальше сразу же продолжал и попадал напад ну слушайте демка очень классная демка такая своеобразная очень-очень хорошая демка а кашуков 17 3 андет клон про брал две ракеты а вот это пахнет призом за оригинальность на самом деле потому что такой вариант возможно никто кроме него не рассматривал если он брал две ракеты и просто игнорировал плазму то это очень круто лаканой 17 0 на 300 перевел кашукова типа у нас есть собаки но есть кашуков с чем-то связан очень крутой поворот на старте получился здесь вообще не приземлялся на под в конце пришлось но за не то чтобы пришлось зацепил зацепил ну старт старт очень крутой старт очень крутой этот так вот таки огибать это на самом деле не так уж и просто 16 9 воли попали news на соточку перебивает 18 неделя 18 марка похоже с вами отыграл вот вот начинается просто начинаются такие дорожки как бы топовые но просто уже точнее еще просто еще не очень быстро исполнены так у хала не стараюсь царя ну что эти могут сказать простит тебя конечно бог но прошел ты тем не менее очень хорошо единственная старт вот как видишь минус 100 старт не очень хорошая так очень классно зафреймил тебя хухала хулиган на фрейм перебил 16 840 сприджампом не набирая сразу много скорости получается делал грубо говоря лишний прыжок и тоже так с плазмой не задевая потой как еще пролетел блин вот вот этот прыжок был лишнего то последний прыжок был лишний паш ты мог просто повернуть сразу на финиш и ты бы ну блин ты бы сделали 16 1 эфиоп перебил еще на пару фреймов хулигана эфиоп давно не было видно кстати очень хорошо прошел очень хорошо очень быстро 15 9 прямо вот на секунду new brick new brick так кстати вообще давно не было что-то вдруг решил отправить непонятно кожа огибал как пашка по моему вот зацепил к сожалению зацепил сожалению зацепил а так бы очень быстро у него получилось я думаю он бы не знаю но из 15 может быть вышел если бы еще продолжил сразу прыгать это было очень быстро шарлон 15 7 на 200 и бил так не зацеплял патма делал лишний прыжок а в целом дымка очень классная тоже ну дымки слушайте ребята вообще молодцы в этот раз очень хорошие дымки а шанти тоже не набирал слишком много скорости просто набрал необходимую и потом начал потратить траекторию вот он вот он первый скип плазма части 15 4 вот он вот оно пошло хитсу литва хитсу новички какие-то новички да не новички 4z.ru то проверьте ребят сайт контивируса стоит тоже такой скип делал но делал без поздно жампа просто климам тоже очень даже ничего интересно кто это из литвы литва литва я помню несколько дефраггеров из литвы я не помню ников окно она но взор на целую секунду блин сушки у нас такие тут есть пропасти во временные тут у нас две секунды у ребят тут тут ну тут ладно тут всегда бывает обычно но тем не менее все три секунды до 2 секунды секунда еще секунда и здесь еще секунды между зорного пузов офигеть давайте по 3 зорн с чем мы его и поздравляем вот минус джан очень много пешком ходил после телепорта на этом очень много потерял и ракет джан делал тоже не сразу вот эти вот все мелочевки казалось бы он поделал там два шишка да но на этом потерял ну сотку или пили больше даже делал скип но делал уроки джанки сразу а еще от стены разгонялся это тоже медленно на таких коротких картах очень важно быстродействие быстродействие и точность и эффективность и максимальность максимальная эффективность ваших действий так с при джампом интересный прижал кстати вот сразу отстреливался уже там плюс 10000 и здесь тоже сразу отстреливался вот вам пожалуйста 13 0 второе место пусть большой-большой молодец и и карус 12 9 тоже красава первое место андеты карас прошу заметь андет так хороший при джамп подрезал себя скорости и тоже без дабл джампа кстати видишь димон я говорил без дабл джампа тоже норм нужно конечно резать еще можно чуть-чуть побыстрее но в принципе и так сойдет 12 920 очень хороший результат по идее где-то 12 8 может быть даже 12 7 возможно благодаря дабл джампу можно но дабл джампом уж слишком там какой-то не самый стабильный получаются по крайней мере у меня получался очень редко такие вот дэнки давайте я предлагаю еще раз посмотреть таймске или 07 дым к выку 3 и cpm и каруса и карус выиграл в обе физики не уж что у нас новый enter растет джамп прожимает очень качественно здесь также сразу отстрелился единственное здесь вот эта плазма часть нам сделано все очень круто на очень-очень классная демка придраться даже по сути не к чему единственная руки джампы последний можно было побыстрее немного но это так придирки ну и cpm тоже очень хороший стрейф отстрелился почти на 700 сразу это хороший результат делал без без плазма джампа просто на скорости перелетел стену и последний руки джамп также можно было можно было бы немножечко побыстрее окно и давайте перейдем в браузер вот у нас результаты значит много нулей что-то у нас до 20 целых в этот раз кухол и вулканой получили по нулю в минус никто не ушел свои результаты улучшает и карус и карус вообще врывается на первое место рейтинга лол что и на третьем месте вы ку-3 ну ку-3 ему еще потеть и потеть почти 300 рейтинга надо заработать cpm я думаю мы с димоном под напряжемся мы вообще хотели как вол сделать но не знаю как оно все будет в общем то ладно такие вот результаты играйте следующую карту следующая карта у нас варкап 242 это раны над enter и я здесь мы суть была в чем к те кто в курсе узнают подробности кто не в курсе просто возможно будет как ли такая дополнительная информация мы там есть один об который вы можете увидеть в демке голема на ютубе просто пишите название карты и ищите это я думаю никому не не впервой вопрос стал об этом обе мы спорить об об обах не очень любим с носом поэтому было принято решение поменять карту я поменял карту на потом было принято другое решение вы отключить как бы закрыть глаза на валидацию вообще на обы и все равно оставить карту потому что карта на самом деле очень классная она очень крутая хокс даже сказал который опять словом который нельзя юзать не интересно я могу сказать что не интересно не играй с одной стороны с другой стороны поиграл бы хотя бы за себя и за сашку потому что маппер это сашка у нас великий ужасный зерк и не опять строить нужно про что были пушки это мы разбирали старое прохождение ни в коем случае нельзя отправлять мы просматриваем может быть не всегда мы вы просматриваем таймы и как бы если вы посылаете демку старую вы будете в любом случае отклонены и демка будет невалидная обувь студию пишет пред все хорошо и тут рафлян рафляночки от парней в общем то вот и обязательно играть эту карту в стрейф дальше у нас будет две карты с пушками я вам так вот за анонсю и возможно я найду для вас что-то интересненькое напоминаю опять же что теперь возможно не не все прямо последующие но некоторые варкапы ближайшем будущем буду отбирать лично я в плане поиска карт до этого занимался в основном нос сейчас буду я и буду выбирать вам не easy карты чтобы новички потери а старички не расслаблялись в общем то все всем большое спасибо за просмотр надеюсь вам было приятно все это смотреть слушать также можете поддержать деятельность этого канала напрямую через донат по ссылке в описании либо стать моим патроном и поддерживать меня ежемесячно и спасибо отдельное уже существующим патронам зупер звучи и сити хабибу все я всем большое спасибо всем удачи всем пока